Всем известна апокрифическая фраза «В России две беды – дураки и дороги», приписываемая императору Николаю I. Прошло два столетия, а на русской земле так ничего и не изменилось. Причем эти две российские беды крепко взаимосвязаны. В данный момент имеется в виду очистка воркутинских дорог и тротуаров. Их или вообще не чистят, или чистят до фанатизма. Так что нельзя ни пройти, ни проехать. Мы сегодня решили по наболевшей проблеме дороги показать, чистку дорог. Мы смотрим в городе, начали чистить дороги, чистят регулярно, но у нас есть претензии по качеству чистки дорог, потому что бордюры, которые делают на съездах, даже где нет бордюров, они делают как будто бордюр под 90 градусов, это не устраивает людей. Машины ударяются бамперами, разбивают подвеску. Если сюда заезжать, то нужно разгоняться. Мы сделали сегодня тест-драйв на кроссовере, и отключил я, правда, задний привод, ехал на переднем, чтобы усложнить задачу, как большинство машин у нас в городе, с передним приводом или с задним. И у нас во многих местах не получилось этого сделать, так как кроме того, что срезали под 90 градусов под бордюры, еще большие горки, их не срезают, много колодцев во дворах, и люди жалуются. При том, как мы сегодня делали рейд, мы помогли нескольким машинам выехать из проблемных мест, потому что попадают в колодцы, не могут подняться. Так же самое, что подъемы, что спуски очень трудные. Снег срезан практически до самого асфальта, тем самым образовав между дорогой и въездом во дворы, между тротуарами и ближайшей к домам стороне улицы, по которой стелются протоптанные тропинки, а также на пешеходных переходах прямой угол. В итоге автовладельцы не могут взобраться на искусственно созданные бордюры, а пешеходы не могут спрыгнуть с тропинки на тротуар, поскольку высота бордюра и для первых, и для вторых явно непреодолимая. Съехать автомобилю на главную дорогу со скользкой крутой горки тоже весьма проблематично. Дороги чистят, но мы хотели бы узнать, когда будут чистить качественно, так как раньше грейдер ехал, он делал, срезал бордюр, и был плавный спуск. То же самое, когда чистят дороги, нагребают на Гагарина, на Яновского, очень много проблем, на Ленина, в несколько сторон, сперва справа, потом влево, и машины не могут проехать. На Гагарина, на Яновского и на Ленина возле детского мира, когда грейдеры сгребают в одну сторону, потом нельзя выехать со дворов. Так как убирать снег приезжают шнекороторы и камазы позже, со дворов выехать нельзя, нужно проезжать этот путь, или объезжать полгорода, или по дворам. В управлении городского хозяйства и благоустройства администрации Воркуты, куда мы обратились за разъяснениями, нам сообщили, что работы по расчистке производятся поэтапно. Сначала грейдер делает расчистку и вырезку основных элементов дороги, проезжей части и тротуаров. При этом снежные массы складируются вдоль дороги в приладковой части. Затем складируемый снег вывозится, и в конечном итоге формируется заезд во дворы при помощи погрузчика. Процесс сложный и длительный, но не безрезультатный. И во многих местах уже движение налажено. Вячеслав Ирин, Геннадий Князев, Иван Волошин, ТВ Гало, Воркута.